Ну, как твоя идея, почему-то... Раз, 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 извините. Приведушка внимания. Да, у нас были небольшие проблемки со стримом, но мы его починили. И теперь нас увидит вся страна, так сказать. И наш второй доклад будет про NLP, про тренды в NLP, и про который расскажет Евгений Терпиль. Он работает санкистом в компании USCAN. Поприветствуем, пожалуйста. Всем привет. Собственно, расскажу про тренды в NLP. Ну и как бы тоже такой небольшой дисклеймер. Как бы я не пытался сделать эти слайды какими-то объективными, все равно они будут субъективны и отображать какое-то мое мнение. Но как бы вот что на меня повлияло, это статья, которая вышла буквально неделю назад, тоже, в принципе, про тренды в этом году. Аналогичный ивент, это елка, которая была в Москве. Там тоже была небольшая секция про NLP. То есть я посмотрел, что было там, что было там. Посмотрел, что еще не забыли сказать. Посмотрел, собственно говоря, наш слэк. Пролистал целый год, что мы там скидывали ссылочки. Да, кто не знает, вот я работаю в компании USCAN. Ну и, короче, вот получилась такая презентация. Собственно говоря, слайд вместо трендов. Ну вот можно было выделить тренды, что да, вроде как сейчас такой в NLP небольшой стал опять откат в сторону того, что нам нужны опять лингвистические фичи. Не все можно решить с помощью диплёрнинга. Ну такой неинтересный тренд, поэтому я решил вообще не писать. Можно другой тренд, что становится все быстрее. То есть много появляется архитектуры, которая параллелит вычисления. Но тоже все становится быстрее. Это тоже очевидно, неинтересный тренд. Поэтому я решил выделить такой слайд. Это из статьи автора Spacey, фреймворка такого знаменитого, который он еще сделал на самом деле еще в 2016 году. Ну в общем, это такая абстрактная архитектура, которая описывает современный подход к решению различных NLP задач. То есть это классическая формула embed, encode, attend и predict. Ну и собственно говоря, вот эта версия, это как раз такая отсылка к самому знаменитому, наверное, шумному NLP соревнованию этого года. Это paraphrase detection от Quora, которая была на Kaggle. Ну и собственно говоря, вот если у нас там есть какие-то две фразы, два квешена, мы хотим определить, они про одно и то же или нет. То есть мы от моих подъемных фото сперва пытаемся каким-нибудь способом заэмбедить наши слова. Потом эти эмбеддинги мы энкодим, получаем представление наших предложений. После этого мы их редюсим с помощью обычно какого-то механизма attention, определяем только самые важные их части. И уже на основе этого вектора, как бы вектора контекста, мы делаем prediction. К примеру, это вопросы про одно тоже или нет. Ну, что самое интересное, здесь ничего нет про рекуррентные нейронные сети. То есть никто не обязывает их использовать. Обычно мы их используем вот там, где часть энкод рекуррентные, но, как известно, уже активно используются и конвуляционные, и вот дальше будут рассмотрены и другие варианты, которые можно здесь использовать. Но вот общая архитектура такая. На самом деле в этом году были достаточно такие хорошие результаты по задаче text summarization, то есть суммаризации текста. В общем, как мы можем делать summary какого-нибудь текста? Мы можем или просто выделять слова, то есть можно так условно сказать, брать маркер и маркером подчеркивать, что самое важное в этой статье, или же пытаться прочитать всю статью и потом взять ручку и от себя написать, что было в этой статье. И вот это есть два таких стандартных подхода. Суммаризация. Один условный маркер, другая условная ручка. Авторы этой статьи предлагают использовать сразу и маркер, и ручку, потому что в некоторых случаях надо просто скопировать какие-нибудь важные детали, как Аргентина выиграла в Бразилии с таким-то счетом. То есть мне надо обязательно с этот счет, чтобы он попал в мой summary. А некоторые вещи я могу очень так абстрактно описать от себя. И по сути в этой архитектуре предполагается использовать такую вероятность, с которой мы будем брать или маркер и просто копировать с нашего input, то, что мы энкодим, или же брать ручку и генерить с нашего vocabulary, какое-то наше общее представление про то, что мы пытаемся описать. Вот они называли это pointer generator. И еще использовали такую довольно важную вещь, которым страдали многие системы суммаризации, что она делает какой-то summary и пытается на самом деле писать все время одно и то же. И они специально еще наказывают сеть, чтобы она с помощью еще одного attention, чтобы она старалась описать какие-то новые части нашей статьи, то, что мы пытаемся заэнкодить. Это была, кстати, статья от Google Brain, но еще вышла статья, очень на самом деле отчасти похожая, от Salesforce. Они даже там показали, что они уже внедрили в свои production решения ее. И вот относительно attention, здесь очень тоже похожая идея. То есть они добавили еще специально attention относительно декодера, то есть декодер части. Вот он тут. Чтобы тоже стараться, когда мы декодируем, делаем summary, не повторяться. То есть все время генерировать какую-то оригинальную summary, какую-то выжимку. И плюс они использовали вот такую интересную фишку, как reinforcement learning. То есть они там серьезно поработали с лосом и превратили эту задачу из обычной sequence-to-sequence задачи в задачу reinforcement learning, там где у нас есть reward. И мы награждаем нашу модель за самую лучшую summary, которую она может сгенерить. Окей. Ну, дальше будет немножко про новые архитектуры, которые появились в этом году. И такая вот самая нашумевшая, это трансформер, который вот описывается в статье attention is all you need. Кто был на IEU crane? Ну, не очень много людей, да. Но на самом деле на IEU crane один из авторов этой статьи, Илья Полосукин, описывал ее. На самом деле, признаюсь, это как бы и сама статья, и вообще эта архитектура так, ну, не быстро, скажем так, понимается. И требует, ну, там, пару часов, чтобы посидеть и понять, что тут вообще происходит. Попытаюсь сейчас как бы общей концепции, которые здесь есть. То есть, ну, основная идея, что мы меняемся на attention. То есть, давайте будем использовать везде attention. Вот вместо энкодера, классического, там, где используются реконентные нейронные сети, мы начнем тоже использовать механизм внимания. То есть, вот мы, вот тут был бы, например, какой-нибудь, не знаю, LSTM в обычной сети, мы вместо этого сделали attention layer. И точно так же в декодере мы сделали такой же attention layer. И у нас получился еще третий attention, который классический есть, как бы, ну, вот в секс-секвенс-моделях. Теперь у нас получилось три attention. Сами attention тут авторы предлагают довольно такой унифицированный подход, там, где всегда у нас на ход подается такая вот триплет query key value. И, соответственно, мы еще, то есть, вот это как бы сама архитектура ячейки attention. Плюс мы это еще делаем параллельно, вот мы назвали там multi-hat attention. Соответственно, когда мы хотим закодировать какое-то предложение, обычно оно у нас, ну, понятно, последовательное. И чтобы, как бы, нам надо понять, то последовательность, с которым у нас в порядке были слова, мы еще используем position on calling. Тоже такой довольно популярный тренд сейчас в NLP, чтобы, по сути, отказаться от рекомендационных нейронных сетей. И, по сути, обычные наши какие-то word embeddingи, плюс какие-то информации про позицию, в котором есть этот word embedding, поступает к intention. И у меня слово кодируется, как бы, зная контекст всех других слов в предложении. Когда мы декодируем это все дело, у нас тут написано там masket multi-hat attention. На самом деле это сделано так, чтобы моя сеть просто не заглядывала в будущее, чтобы она не обращала внимания на будущие вот эти векторы, которые здесь есть. А на самом деле архитектура такая же. После этого мы берем обычный attention block, то есть понимаем в общем контекст, что надо декодировать. Ну и вот дальше, в принципе, все как в обычной сети. Эту же архитектуру они сразу же применили для задачи машинного перевода, и она там сразу показала, что это в the art. Самый главный плюс, зачем это все нужно, что это работает быстрее рекомендационных нейронных сетей. И в основном за счет того, что это можно параллелить. То есть можем сразу параллельно считать вот эти все блочки. И, в принципе, вот эта статья вдохновила уже ребят из Salesforce, тоже задачи машинного обучения, сделать вот такую архитектуру. На самом деле это тоже вот эти трансформер-блоки, только немножко как бы доработанная идея. Они параллельно не только энкодят, они параллельно декодят. И в чем как бы сама… Еще плюс, то есть она стала работать еще быстрее. То есть по сути мы можем параллельно надекодить несколько вариантов перевода. И потом выбрать еще самый лучший из этих вариантов. Как бы у нас еще есть возможность нагенерить как бы несколько вариаций. И потом еще дополнительной, например, сеточкой выбирать там самые такие, которые… которые был бы какой-нибудь там лучший скор, лучшая читаемость. Здесь интересный момент, что вот первая сеть, которая энкодит, она на выходе, у нее есть вот такой fertility predictor. То есть тут каждое слово превращается в то количество слов, в которое оно должно перейти. То есть, например, вот это в одно должно перейти, это должно перейти в два. А некоторые должны как бы… То есть оно не нужно. То есть оно не будет переводиться на другой язык. И, собственно, вот эти значения тоже передаются у нас в декодер. Внутри на самом деле все то же самое, как и в трансформере. То есть у нас тоже здесь multi-hat attention, который потом принимает тоже контекст нашего заинхоженного предложения. И, соответственно, мы можем быстренько довольно так переводить и использовать сразу даже несколько вариантов перевода. Ну, если дальше продолжить тему машинного перевода, то вот еще пара таких интересных статей, которые связаны с темой unsupervised машинного перевода. То есть когда у нас нет этих параллельных текстов. К примеру, вот первая статья, когда у нас просто есть эмбэддинги для одного языка, эмбэддинги для другого языка, и мы хотим найти какой-то маппинг между ними. В принципе, еще там, по-моему, с 13-го года был такой классический подход. Это просто разметить какую-то часть из этого датасета и потом на этой части пытаться натренировать матрицу преобразований между этими эмбэддингами. Но авторы предлагают, а давайте-ка возьмем GAN и будем стараться тренировать GAN, который будет как бы… там, где будем смотреть, из какого распределения, из каких эмбэддингов у нас были эти… ну, и получается, из какого языка были вот эти эмбэддинги, и, соответственно, у нас будет матрица преобразования как бы на основе GAN. Плюс там еще было пару трюков, и в итоге они достигли очень хороших результатов. Естественно, побили тот результат, который на основе просто вот обычного, ну, там, semi-supervice-то подхода. И другая статья, которая тоже, по сути, использует тренировку такую же к Евгане, она предлагает, что мы можем… ну, это синхронный перевод. Мы можем кодировать наши предложения, например, с помощью denouncing автоэнкодера. То есть учить такой автоэнкодер, справа просто восстанавливать это предложение. На самом деле denouncing автоэнкодер означает, что мы как-то его ломаем. Обычно используется или выкидывается одно слово, или замена слов между собой, и мы пытаемся раскодировать начальное предложение. То есть обучившись править энкодеры, мы потом с помощью этих энкодеров начинаем переводить как бы из одного языка в другой, и потом там конечный лосс это мы обратно перекидываем сюда, ну, это начальный язык, и пытаемся минимизировать эту ошибку. Дальше у нас еще появился вот такой новый как бы тип рекурентных ячеек. Это simple recurrent unit, то есть это как бы некая замена LSTM GRU, которая тренируется еще быстрее тоже. Основная его идея, что мы там отказались от условно ненужных связей, и самое главное, у нас нет в зависимости вот этих формулах от предыдущего hidden state, то есть вот этого ht-1, который обычно создавал вот эту всю сложность. То есть у нас здесь только сейчас есть как бы вот этот CT, такая память, но на самом деле она тут скаляр, и считается довольно быстро. Собственно говоря, на графиках все видно. То есть вот конвенционные сетки, которые считаются, ну, понятно, быстрее, чем LSTM, и, собственно, предложенный подход, то есть он даже вот в некоторых местах даже выигрывает у коллекционок. Следующая такая довольно интересная статья, это уже про sentiment analysis. Авторы тренировали просто language модель, которая должна была посимвольно генерить следующие символы, то есть стандартный довольно подход, но они взяли очень-очень много текстов, они взяли там, по-моему, несколько миллионов или даже десятков миллионов ревью с Амазона и тренировали довольно это все долго. И потом в итоге обнаружили, что у них один из нейронов в этой сети отвечает за sentiment. То есть когда он активируется, у нас там вот после слова best, как бы у нас контекст нашего предложения такой бы становится более позитивный. И мы можем, соответственно, как бы подсветить, как наша сеть читает предложение, то есть она вот после слова best, нейрон был все время активный, то есть как бы все время был какой-то позитивный контекст. Интересно, что вот когда мы зашли до точечки, как бы сеть выучила, что точка как бы скидывает контекст, у нас она стала уже менее зелененьким. И потом, когда автор стал высказывать какое-то противоположное мнение, сеть, в общем, поменяла тоже свое мнение. И они вот на, по-моему, на Stanford-ском датасете сразу вот этой модели там достигли state of the art. Ну, по сути, как бы ничего не делая, тренируя как бы вот такую unsupervised модель. И вот про новые энбеддинги. На самом деле, как бы есть много энбеддингов, по-моему, все время появляется очень много, но вот самые такие интересные, которые появились в этом году, это энбеддинги по НКР. Я думаю, кто работал так более близко с энбеддингами, знает, что если это такая проблема, это разные степени обобщения, которые у нас есть в словах. То есть есть там условно слово животные, есть слово тигр, и там растения. У меня может быть там животные также близки к растениям, как и к тигру. То есть у меня на самом деле в словах есть некая иерархия и вообще какая-то общность. Но когда мы учим там классические word-over-экэмбеддинги, у нас этого всего как бы… модель про это не знает, и по сути мы никак не используем эту информацию, и у нас модель из этого не совсем хорошая получается. Частично выходом из этого был word-to-gaus модель. Ну, если честно, на практике не знаю, чтобы там много кто-то ее использовал, она как-то не стала суперпопулярной. И вот такая альтернатива, которую предложили в этом году это тренировать вот эти по НКР-экэмбеддинги. Ясная идея, что мы будем размещать наши слова на таком шаре, который там является гиперболическим пространством. И у нас слова, которые такие более общие, они будут попадать сюда, в центр, а более специфичные они будут раскидываться туда по краям. Соответственно, потом мы это… У нас, получается, мы с одной стороны тренируем как бы сами эмбеддинги, знаем близость слов между собой, и тут же получаем как бы вот эту иерархию, которая у нас есть в наших словах. Вот. Ну и под конец про, собственно говоря, тулзы, которые появились и вообще которые были в этом году. Я тут отдельно выделил такую как бы мини-номинацию Best Progress. Лично мне очень нравится, как развивается GenSim, потому что они вот за этот год добавили очень много своего API. К примеру, они добавили вот эти эмбеддинги по NK, про которые я только что говорил. И много на самом деле другого, и уже там, по-моему, FastText нормально поддерживается, и вообще то есть появилось очень много всего интересного. То есть я вот детально на них смотрел год назад, и сейчас на самом деле там очень много всего нового. То есть я думаю опять детально там все посмотреть, что они там добавили. И это на самом деле очень радует, что они как бы не останавливаются и все время расширяют свои API. И вот мне очень нравится библиотека Spacey и вообще как они там подходят и создателей. Они как бы сделали такую, условно скажем, волшебную коробочку, в которой уже по сути все есть. По сути и начальная предобработка текста, там с морфологией, с синтаксисом. Плюс уже есть даже готовые модели. То есть можно сразу и эмбеддинги подключить. То есть сделать всю стандартную предобработку и сразу уже приходить к обучению модели. Плюс они тоже все время развивают. В этом году они, по-моему, добавили пару новых языков. То есть там вначале у них был только английский и, по-моему, немецкий. В этом году еще там испанский прибавился, еще несколько. Ну, для русского там, я думаю, конечно, еще не скоро, но как бы радует, что они активно развиваются и все больше, мне кажется, перехватывают одеяло в НЛТК, которое раньше считалось такой классической библиотекой. Я думаю, даже в будущем будут, наверное, все-таки они самые популярные. И вот такие как бы новые игроки, которые появились, это от Facebook репозиторий, библиотека, такая называется StartPace. Они предлагают использовать эмбеддинги там не только для слов, а сразу как бы такой универсальный подход решать множество задач. Это классификации текстов, построение эмбеддингов предложений, смотреть там, типа, если у меня там предложение, там как-то лайкали какие-то пользователи, у меня есть пользователи, сразу тоже смотреть там, ну, какие, короче, тексты нравятся, каким пользователям, сразу все эти задачи. Причем как бы у них там все это описано, то есть такая тоже плюс-минус готовое решение. То есть советую обратить внимание. Prodigy – это на самом деле платное решение от разработчиков Space. Они предлагают, но мне кажется, очень такое интересное и перспективное, они предлагают более эффективно, более эффективную систему обучения вот наших моделей. То есть не размещать там так в тупую все, там, 100-500 сообщений, а использовать такой более, скажем так, экономичный подход, например, сразу закинув словари, там, условно-тональные для каждого из классов, на основе этих словарей там система уже сама начнет как-то размещать сообщения и как бы будет предлагать варианты ответов. И как бы по сути там разметив там условно за пару часов 500-600 предложений, вы уже там получаете более-менее готовую модель. И как бы мне кажется очень перспективное направление, очень классно, что они этим занимаются. Единственное плохо, что это пока что платно, но я думаю, будет на самом деле появляться тоже какие-то мансорс аналоги этого. Дальше вот такие интересные новые библиотечки. Это вот кто любит PyTorch, очень интересная LNLP. Я, честно говоря, планирую в следующем году попробовать, потому что как-то все больше и больше тоже переключаюсь в каких-то проектах на PyTorch. Называется, не знаю, на самом деле они предлагают читать это по-французски фреймворк для тех, кто занимается какими-то диалоговыми системами, там чат-боты, кто, собственно говоря, вот в этой среде советует тоже глянуть на этот фреймворк. И вот вышел такой OpenNMT, open-source машинный перевод с довольно-таки неплохим качеством. То есть, если опять же нужно где-то перекрутить машинный перевод, можно пробовать эту библиотечку. В принципе, у меня все. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Граждан, доброе. Тоді нам зараз потребна 5-хвилин на паузу. Ми вас отпускаем трошки відпочити, переключитеся и ждем через 5-хвилин. Тобто, давайте о 20.10 будьте, будь ласка, тут. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...